Остановились мы на михне, то есть на том, какая была смута во время имам Малик. Мы сказали, что каждый из имамов подвергался какой-то смуте в свое время. Имам Абу-Ханифа, имам Ахмад, также имам Малик. Все это было во время аббасийского правления. Имам Малик, помните, из-за чего его посадили в тюрьму? Имам Малик посадили в тюрьму за то, что люди, мы сказали, как раз проявили параллель. Взяли хадис, который говорил имам Малик, то есть если человека заставили сделать талак со своей супругой, развестись, он не считается. И некоторые люди, которые любят фитну, которые любят смуту, взяли этот хадис за основу, проявили аналогию и сказали, если то, что делает человек по своей воле не считается, значит также мы не по своей воле дали присягу нашему правителю, тоже мы не обязаны его слушать. И началась фитна. Началась фитна, началась смута. Тогда говорили имам Малику, оставь этот хадис, не говори про этот хадис. Но имам Малик боялся Аллаха и говорил, то есть я не отвечаю за их слова, то, что какую они параллель делают, какую они аналогию делают. Хадис достоверный от посланника Аллаха и за это его посадили. Его били. Правитель Медины Джаффер бин Сулейман бил его от того, что его парализовало руки. Поэтому некоторые люди, мы сказали на сегодняшний день, из маликидского мадхаба вот так читают намаз, не ставят, то есть не ставят руки. Но это недостоверно, потому что сам имам Малик считал, что нужно ставить руки на грудь. Однако он не смог поднять свои руки, то, что его сильно били по рукам. И потом Абу Джаффер Мансур, халифат аль-муслимин, правитель мусульман, когда прибыл с Ирака, когда его уже выпустили из тюрьмы, когда приехал на хадж, позвал имама Малика, извинился перед ним и сказал, что клянусь Аллахом, я не знал, что тебя посадили. Это было без моего ведома. То есть люди, хиджазы, жители хиджазы Мекки и Медины будут в благе до тех пор, пока ты будешь среди них. Говорит, клянусь Аллахом, я верну этих людей, которые тебя наказывали, которые сажали, приведу их в Ирак, посажу их и накажу в два раза больше, чем они тебя наказывали. Тогда имам Малик сказал, я их простил ради Аллаха, из-за того, что он, правитель Медины, близок к посланнику Аллаха, то есть он мусульманин, он живет в Медине рядом с пророком Мухаммадом, с его могилой, с его кабром. И то, что он близок от тебя, о амир аль-му'минин. Тогда ему сказал, пусть Аллах тебя простит так, как ты простил его. Также мы проявили некую параллель, то, что когда человек говорит какие-то слова, бывает, то есть когда человек, он хочет что-то объяснить из этого, люди, бывает, выдергивают из его слов что-то, переворачивают и дают свой смысл, и делают смуту среди мусульман. Привели хадис пророка Мухаммада, то есть когда люди любят судить других мусульман за какие-то поступки. Любят, одни люди любят говорить, что этот в аду, этот в раю, этот заблудший, это этот. Они решают тем самым, берут права Аллаха на себя. То, что не положено делать человеку. Аллах . Всевышний Аллах, он сам из справедливых судей, и он сам рассудит людей, и только Аллах знает, кто в итоге будет где. Поэтому сказано, как в хадисе мы привели хадис, который посланник Аллаха сказал хадису ан бани Исраил ва ла харач. Говорите от бани Исраиля, от тех умм, от тех общин, которые были до нас, и в этом нет ничего такого. То есть привозил примеры. Сказал посланник Аллаха, что была община до меня, до уммы пророка Мухаммада, были два брата. Один был богобоязненный, другой был грешником. И вот этот богобоязненный брат его всегда его призывал к молитве, всегда его призывал к поклонению. Но тот отказывался. И в один прекрасный момент, когда он его много-много-много призывал, вот этот грешный, который брат ему сказал, оставь меня с моим Господом. То есть не тебе решать, где я буду. Оставь меня с Аллахом. Человек, несмотря на то, что он богобоязненный, несмотря на то, что он поклоняющий Всевышним Аллаху, он что ему сказал? Он сказал, Аллах тебя не простит. Аллах тебя не ведет в рай. В судный день сказал достоверный хадис, передатчик Абу Хурейра. В судный день приведут этих двух братьев. И тогда Всевышний Аллах скажет этому богобоязненному. Ты решил за меня, кого я прощу, а кого нет. Ты решил за меня, кого я веду в рай, а кого накажу. И тогда прикажет ангелам, чтобы этого богобоязненного человека выкинули в ад в джаханнам. За то, что он решил за Аллаха. А этому человеку, грешнику, Аллах скажет, я тебя простил. За что? За то, что ты сказал, оставь меня с моим Господом. У тебя было чуть-чуть имана, ты верил в Аллаха и положился полностью на Всевышнего Аллаха. Абу Хурейра, передатчик этого хадиса в комментарии сказал. Этот человек сказал такое слово, который погубил, это слово погубило его мирскую обитель и вечную жизнь. Почему погубило мирскую обитель? Потому что он всю жизнь поклонялся Аллаху, отдалялся от харама, только сделал благие дела, он погубил себе это все. В ноль превратилось его поклонение. И в судный день его Аллах наказал. Поэтому, мы должны быть бдительными. Знаете, в чем проблема на сегодняшний день у людей, когда они просыпаются и вызыскивают проблем своих братьев? У нас у самих, у каждого проблем много. У нас самих, кто мы перед Аллахом, у самих много грехов, мы должны искать свои ошибки и работать на собой, изменяться в лучшую сторону. А если ты видишь у братья своем какой-то, что-то он неправильно делает, тогда сделай ему насыхат. Если ты хочешь это ради Аллаха, то доведи до него слово, когда Аллах послал Мусу к Ферауну, который сказал, «Я ваш Господь», что Аллах сказал? Скажи ему мягкое слово. Мягкое, приятное слово. Может быть, он задумается или он будет богобоязненным. Поэтому мы Аллах на каждом из нас обязательно доносить от Аллаха, о посланнике Аллаха, о религии, но мы должны это сделать с мягкостью. Мы не должны думать о своих каких-то там делах, мы не должны думать о себе, мы должны думать о религии Аллаху, и доносить религию Аллаху с мудростью и хорошим призывом. Теперь расскажем, какой был гылк, какая была нравственность и умама Малика. Во-первых, у него была сильная память. Он очень сильно запоминал. То есть он отличался от других мазхабов, потому что он быстро запоминал и много знал хадисов. Имам Малик сказал. Имам Малик говорит, как сейчас у людей слабая память стала. Я помню, он уже когда старым стал, я помню, что я приходил к Саиду бин Мусейбу, к Урвы, к Касиму, и начал перечислять шейхов. К этому, к этому, к этому приходил. Кружился среди них. От каждого шейха слушал от пятидесяти до ста хадисов. Потом уходил. И полностью их наизусть изубрил. И не путал этот хадис от этого хадиса. То есть четко такая память была. Чтобы была память сильная, что нужно делать? Самое лучшее лекарство повторять. А чтобы не забывать. Вот бывает, например, кто-то едет в мечеть Аль-Харам. Имамы, которые знают там десять каратов, которые знают сильно Куран, все равно ошибаются на намаз тарвих. На это есть такое определение, ученые сказали. Во-первых, Куран. Вот вещь, которую ты запоминаешь разумом, тяжело ее забыть. А Куран, он не в голове. Куран, он в сердце. Аллах говорит, это разъясняющее знамение в сердцах, в груди обладателя знаний. Пророк Мухаммад сказал, у человека в теле есть кусочек. Если он будет испорченным, то все тело будет испорченным. Если оно будет хорошим, то все тело будет хорошим. Это есть сердце, сказал посланник Аллаха. Поэтому Куран, он в сердце. Если человек грешит, забывает об Аллахе, Коран покидает его сердце. Имам Шафия, рахмаллах, сказал в стихотворной речи своему уставу. Когда его память ухудшилась, он говорит, я пожаловался своему учителю, что моя память стала плохая. И он дал мне наставление, что оставь грехи. Поистине, знание Аллаха – это свет, и свет Аллаха не дается грешнику. Поэтому, сколько бы человек не грешил, его память ухудшается. Смотрит он на харам, слушает харам, говорит харам, его память уходит. Коран покидает его сердце. Если человек старается, избегает от харама, память его становится сильней. Также имам Малик, рахмаллах, он был очень терпеливым человеком. Помните, мы говорили, что, чтобы получать знания, у него был дом, разобрал крышу, бревна, продал и эти деньги потратил на требования знаний. Также он ходил, сидел рядом с домами ученых и ждал, пока они выйдут. И пока он, шейх, ученый выходил из дома в мечеть на намаз, он с ним рядом шел и в это время задавал вопросы и слушал ответ. То есть, он во время сильного холода ждал шейха около его двери, пока он выйдет, и терпел этот холод. И также, когда его смута была, он тоже терпел. То есть, отсюда что берете? Чтоб знания взять. На сегодняшний день, знания, тебе домой учитель приходит, человек не хочет учиться. Чтобы знания брать, вот так нужно трудиться, как эти ученые. Также он очень был умным и у него была сильная проницательность фираса. Имам Шафи рассказывает. Я прибыл в Медину, встретился с имам Маликом, и он выслушал меня. Перед тем, как со мной заговорил, имам Шафи говорит, на меня смотрел один час. У него была очень сильная проницательность. Через час сказал, как тебя зовут? Мухаммад. Я сказал, Мухаммад. Имам Шафи звали. Мухаммад бин Идриса Шафи. Меня зовут Мухаммад. Я сказал, я Мухаммад. О, Мухаммад, бойся Аллаха. Оставь грехи. То есть, не приближайся к грехам. У тебя будет великое положение. То есть, ты будешь обладать великого положения в обществе, среди людей перед Аллахом. Бойся Аллаха. Оставь грехи. Тогда получишь великое положение. Один из учеников имам Малик сказал, у имам Малик была проницательность такая. Он никогда не ошибался. То есть, смотрел на человека, мог что-то ему сказать, посоветовать. Также он был очень спокойным. Отличался спокойствием от других шейхов. Было в нем спокойствие такое. То есть, когда он сидел среди своих учеников, если кто-то заходил в мечеть и давал салям, он никто не вставал, не здоровался из уважения к шейху. Просто поднимали руку и говорили, садись. Шейх ведет урок. Правители себя чувствовали детьми перед ним. То есть, был у него такой сильный авторитет. Приводится, что был такой правитель Махди. И его позвал к себе в гости. И у него в гости много других гостей позвал. То есть, места не было, где пройти. И имам Малик увидели, как зашел имам Малик. Через ряды ему ступили, сделали дорожку. Он дошел до правителя, до Махди. Махди сидел, как обычно правители сидят, широко сидят. Он подвинулся, поднял ногу, сказано. Поднял ногу и уступил местом имам Малику, этот правитель. То есть, такой был у него авторитет был среди людей. Также сказал, Ибн Мальшун, то что, когда я зашел к правителю, говорит, я был, сидел рядом с имам Маликом и также заходил к правителю. Сидел с правителем между мной и правителем, был только его прислуга. Но, однако, я не почувствовал этот авторитет, страх правителя, так как чувствовал от имам Малика такой авторитет. Также сказал Саид бин Аби Марьям, ла каад каанет хайбету ашадди мин хайбеты султан. У имама Малика, вот этот авторитет был более высоким, чем авторитет любого правителя. Теперь перейдем, какой у него был облик. Мы говорили, что имам Ахмад был на айфа тул хит, он был худым, слабым. Абу ханифе был смуглым, невысоким, не короткого роста, невысокого роста. Он, наоборот, был высоким, крепким. То есть у него кожа была белая-белая кожа и были светлые волосы. Асля, то есть также у него была некая лысина, вот это вот облысение. Азракуль айнэйн, голубые глаза. И также он очень сильно ухаживал, то есть выбирал себе одежду. Он выбирал себе дорогую, красивую одежду и считал это уважением к знаниям. То есть он рассказывал Коран, рассказывал хадисы пророку Мухаммаду, поэтому выбирал себе хорошую, красивую одежду. Он говорит, из нравственности ученого, это если он выбирает для себя хорошую, красивую одежду, которую одевает. И также он должен выбирать себе хорошую накидку, хорошую чалму. И также должен хорошо мазаться хорошими духами, чтоб от него вкусно пахло. И он всегда говорил . Он говорит, если кому-то Аллах дал баракат из этой жизни, я бы хотел, чтобы этот баракат был на его теле. То есть, чтобы люди видели то, что Аллах это ему дал. Иногда бывает человек, наоборот, там что-то прибедняется, там у него есть баракат, а он говорит, у меня нету. А он говорит, наоборот, то, что Аллах тебе дал баракат, в хадисе пророка Мухаммада, саллаху алейкум саллаху алейкум сказано, одевай это хорошую одежду, чтоб от тебя вкусно пахло. Очень сильно любил белый цвет. И говорил . Он говорит, у часа должна быть белая одежда, это лучше для него. И его тоже было . Он именно сказал, чтобы когда я умру, похороните меня в белом кафе, в белом саванне. Какие же у него были вот эти слова, которые он высказывал, имам Малик. Он говорил, Перед тем, как это переведем, сегодня много есть разных шейхов. На ютубе, на этом. Есть человек, который говорит, говорит там передачи хадисов и так далее, но что-то от него как-то не берется это. Какого-то у него есть знания, но нет у него нравственности, нет у него гылка. Поэтому имам Алик сказал, говорит, знания — это немного риваятов, а знания — это свет, который Аллах даёт человеку в его сердце. То есть, опять же, когда с человеком общаешься, видно, что у него есть вот этот свет, нур, приятно с ним общаться, он не высокомерится с тобой. Вот это вот и есть знания, говорил имам Алик. Также он сказал, что говорит, знания — это подобно фонтану, который исходит из богобоязненного сердца. Также он говорил, всегда говорил, своему ученикам, бойтесь Аллаха. Если ты через твое вот это требование знания, ты хочешь получить довольствие Аллаха, то ты на истинном пути. На истинном пути. Если ты хочешь от твоих знаний получить мирскую обитель, то в твоих руках ничего нету, говорил имам Алик. Также он говорил, тот, кто хочет, чтобы Аллах раскрыл ему сердце, если человек хочет, каждый из нас хочет, чтобы Аллах раскрыл наши сердца, направил на прямой путь. Если хотите, он говорил, то пусть его дела, когда он находится наедине перед Аллахом, будут лучше, чем перед людьми. То есть, когда человек остается наедине, он должен быть еще более лучшим, чем перед людьми. Также он говорил, его высказывание, чистая одежда, хорошая профессия, благой нрав, это всего лишь одна часть из сорока с лишним частей пророчества. Также он не любил много говорить имам Алик. Он говорил, что те, кто много говорят, много слов в пустослове, это только у женщин говорил, и у слабых людей. То есть, женщина Али любит много говорить. Он говорит, мужчина не должен много говорить о нужном и ненужном, о ненужных вещах. И у слабых людей они тоже много говорят. Другие ученые, как о нем говорили, то есть, какую ему давали оценку? Во-первых, здесь есть хадис, который приводится, достоверный хадис, который приводит имам Алик. То есть, настанет такое время, второй хадис тоже такой же по смыслу, от Ибн Хиббана приводится в сахих, от Аби Хурейра, оба они хадисы. То есть, настанет такое время, когда, вначале переведем, потом шарх дадим этому хадису, когда люди будут бить по печени, по печенке своих верблюдов искать ученого и не найдут более знающий, чем ученого Медины. Что это такое? У меня есть один из наших друзейших, Юсуф Аль-Бахуф, зав кафедры Корана и Сунны, мухаддит в Мекке, в университете Уммуль-Кура. Он говорит, есть такая поговорка у арабов, то есть, когда у верблюда печень, то есть, как бы оттуда он получает свою пищу. И то есть, имейте в виду, что как бы это здесь такое, то есть, когда верблюд много ходит, 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 когда он много ходит, его печень устает. Его печень устает. То есть, имейте в виду, что такое время наступит, люди будут много-много кружиться, кружиться, искать ученого, что их верблюды устанут от этого, и они не найдут более знающий, чем ученого города Медины. Опять же, касательно верблюда, Аллах говорит в Коране, люди, посмотрите на верблюда, как я его сотворил. Верблюд – это уникальное животное, как Аллах его, Субхану и Тааля, сотворил. Муфтий Сауди, когда читал, он был слепым, когда читал этот аят, плакал. Хотел увидеть верблюда. Хотел увидеть верблюда. И как же он, как бы Аллах Субхану и Тааля сотворил? Во-первых, это и молоко, это и мясо, это и верховое животное, это и шерсть. Верблюда, бывали такие случаи в Саудии, когда на юге Саудовской Аравии продавали верблюда на север, две тысячи километров, он так был предан своему хозяину, что оставлял того хозяина и пешком возвращался. Потом, когда была у бедуинов, за Сухани отпускали верблюда, верблюд шел-шел и садился. Две тысячи метров копали, там находили воду. На сегодняшний день, как бы у меня у одного шейха друга верблюд был, когда мы учились, я говорю, сколько стоит шейха? Такая есть порода, хумрун-наин, красный верблюд, он не сам красный, но такая порода, так называется, пять миллионов долларов стоит. У соседа, говорят, сорок миллионов долларов стоят верблюд. Я еще говорю, зачем вам на них смотреть, любоваться? Говорят, а что вы там на Пикассо смотрите в Европе, там на эти картины, там эти, говорят, это живая, говорят, красота. Такое великое творение, создание Аллаха, субханам ва-та-Аля. И верблюд, это все было раньше, для араба, для бедуина, это все, это и еда, это и питье, это и верховое животное, это и шерсть. Когда шейх нам давал урок, в Сумахдине он рассказывал, верблюд не у каждого был, у кого-то был конь, но не было верблюда. И он приравнил, говорят, верблюд это как рейнджер-ровер машина, мягкая такая, сафина-туль-бахар называют, корабль пустыни. То есть, будет такое время, когда пророк Мухаммад, саллаху алейхи саллаху алейхи саллаху, когда верблюд будет до того уставать, будут его бить по печени, и не найдут более знающих, будут искать ученых, кроме как знающих Медины. Говорится, Исхак бин Муса сказал, фабелагани ан ибн Джирейдж, аннаху кана якуль, нара аннаху Малик бин Анас. Он сказал, что Исхак бин Муса сказал, мне пришло весь ад ибн Джирейджа, то что именно, о ком сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи саллаху алейхи саллаху, алим Мадина, ученый Медина, это Малик, имам Малик. Так же сказал, Яхья бин Маин, Яхья бин Маин сказал, имам Джирху аль-Та'дил, который был другом, имама Махмада, сами'ату Суфьян бин Уяйна, якуль, назунну аннаху Малик бин Анас. Вот этот вот великий ученый Суфьян бин Анас, сказал, мы думаем, что это именно, пророк саллаху алейхи саллаху алейхи саллаху алейхи саллаху, сказал про Малика и бин Анаса, то есть в нем в этом есть. Кали имам Шафии, имам Шафия сказал, если вспомнить об ученых, среди всех ученых Малик звезда. Бывает там, например, звезда во время футбола, там Рональда, там еще это. Среди ученых всех звезда, имам Шафия, он сказал, это имам Малик. И имам Малик это аргумент, живой аргумент после таби'инов, после тех, которые были вместе с сахабами. И имам Малик и бин Ауинайна, это два современника. Если бы не было этих двух ученых, и имам Малик, то бы не осталось бы знаний в хижазе. То есть в Мекке и Медине, называлось хижаз, не осталось бы там знаний. Мы помните, когда говорили, что когда приводили золотую цепочку хадисов, имам Бухари приводит у себя золотую цепочку. Самые достоверные хадисы это Малик анафи ана ибн Аумар. То есть, когда приводится хадис, Малик от нафиа от ибн Аумара. И также Абу Дауд, Сахабу Сунан, Сунан Абди Дауд, есть книга по хадисам, он приводит, самые достоверные в хадисах это три цепочки. Первая Малик анафи ана ибн Аумар. Вторая Малик анафи 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 и третья Малик анафи 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 во всех трех цепочках присутствует имам Малик. То есть, самый достоверный у имама Малика хадисы. Также сказано Руя Абдуссалам бин Аасим анафи Абдуссалам бин Аасим сказал Я сказал имам Ахмаду имам Ахмаду спросил имам Ахмада бин Ахмада Человек хочет изучать хадисы Чьи хадисы ему учить? От кого брать? Каль хадис Малик бин Анас имам Ахмад сказал Берите хадисы имам Малика бин Анас Культ сказал Человек хочет взять мнение то есть богословское заключение по фикху ра чье мнение брать среди ученых он сказал мнение имам Малика бин Анаса имам Захаби имам Захаби сказал вы знаете имам Захаби великий ученый он отдельный сам Мазхаб говорит в имам Малике собрались такие качества в других ни в ком не были то есть у кого-то были такие-то качества по отдельности а в нем все эти качества собрались первое то есть он долго жил и много привел риваятов второе то есть у него была сильная память были великие знания большие знания и хорошее понимание то есть мог разбираться в вопросах шариата третье то есть все ученые на одном мнении то что имам Малик это аргумент то есть у него достоверные все хадисы у него достоверная информация от него исходит то есть он является аргументом все ученые на единогласном мнении то что имам Малик то есть он был религиозным был справедливым и был крепко придерживался сунны пророка Мухаммада то есть бывает когда ученый например у него есть знания но не видишь у него много поклонения или видишь у человека есть много поклонения но у него нету знания а у этого имама Малик были их знания и он много поклонялся посредством своих знаний приближался к Аллаху и последнее то есть он впереди всех стоял в области фикха в области мусульманского права то есть мог отвечать на серьезные тяжелые вопросы и правила которые мы брали которые у него взяты из его фикха на что он полагался они все были правильными достоверными